это слоистая система в которой обмен внутри плоскости идет техникулярная обменный слой идет Z значит гамильтониан такой системой значит из зубчастей состоит можно рассматривать значит из зубчастей состоит и зубы по ближайшим соседям плоскости и зубы по ближайшим соседям Я тут вершотку не рисую, ясно, что там зависит от вершотки, главное, что по ближайшим соседям тут рисую. Дальше H2 возьмем. Сейчас я подлежу, надо ли учитывать. Ладно, H2 не будем, и H3 не будем, вот такой, как мы можем. А что было? А это я, одно ион, но не закрепи его. И сделаешь, что с кого-то. Из того старого, как говорится, не ангел получаю. Так, сейчас, значит, что мы возьмем тоже. Еще взаимодействие с дерьмановским путем. Вот, сумма будет. Значит, шухи же вначале. То есть, здесь, как бы, это такой элемент, когда вы работаете с непрерывным, не в реальном пространстве с ревной группой, а в импульсном, то удобно переходить непрерывным описанием. Так, значит, к континуальному продвижению, точнее, к континуальному продвижению. Так, давайте мы перейдем к континуальному продвижению. Так, двойка с назадной процедурой. Тогда гамильтониан H1, вот вместо такого вот вид. Так, это перпендикулярная часть радиента. Это Z-овый компонент, просто для этого напрямую. Вот эти дерьмя, что знак будет здесь. Значит. Ну и фурье. Переходим. Фурье уводится. Стандартным образом. Поставите. Тоже не делая. Там сразу записано. Так. Вот. Так. Это у нас стартовая пучка. Так. Значит. Будем сразу работать при конечных температурах. Так. Так. Это придет к изменениям таким. Да. Это придет к изменениям таким. Значит. Добавится жесткость еще. Так. 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 Так, ну и фуле, реализование магнитного пуля просто. Надо ввести конденуальный балок. Продолжение следует... Вот, собственно, это и есть вводная часть, то есть с каким объектом мы ее делаем. Это, собственно, ввести конденуальный балок. Вот, ввести конденуальный балок. Роль здесь и начинаем. Так, это именно с ТЦ. Сейчас там обговорим, нужен ли здесь парамагнитной фазе его обязательно вводить уже надо. Так, вот тут сейчас обсудим, надо или нет. Так, и я уже... Начинаем здесь. Так. Так. Как рассматривается эта задача? То есть осматривается Т меньше ТЦ, блок, и вводится фруктуации над упорядоченным состоянием. То есть считается, что есть компоненты N, альфа, камни равные нулю, которые характеризуют упорядоченный фаз. Вводим пунктуации спинного параметра порядка над этой упорядоченной фазой. Так, здесь ИМАН со знаком минус, конечно. Там подтвердите, конечно. Так, что нравится. Чтоб прогрессивный пункт. Значит... Ну, то есть у нас здесь это ГСАН пока, это ДВСИГМА. Вот в такой форме подставляем. Скидываем в параметре порядка. Подставляем гаммитонян, получаем... Гаммитонян, зависящий как от компонента N, как и от СИГМА-3. Ну, тут как бы ничего хитрого нет, подставим просто. Так, тут сразу давайте... Сейчас я его назначу. Сейчас я его назначу. Сейчас я его назначу. Поехали. Сейчас я его назначу. здесь я параметр дельта это отношение ну и дальше мы просто везде полагаем вот у нас это будет называться на любым и стандартным образом мы определим взаимодействие компонентной линейной как это вы видите она сделана через 7-4 здесь также если подставить разложение перейти к фуре компонентам и подставить разложение фуре компонента спинного оператора через ненулевую часть и фруктуационную часть и лучше возникают выражения более сложные чем это после фурьирования это на первом шаге а потом подставляем вот то выражение и тут получается 4 длинных слагаемых я их так назначу и связываться поставим и связываться поставим и и сумма по 4 взаимодействие чисто фурктуационное и 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 Сигму Так, давайте я здесь И Три Сигма Одно им Три Сигма Три Сигма Три Сигма Три Сигма Так Ну и еще появляется такое взаимодействие Так, я его забыл написать просто Добавки есть еще Вот такой вид Насколько открываем Так Так Насколько Ну и еще Круто Спасибо. Давайте героически изобразим. Так, будем так, означает вот А, вот 4 у нас, обозначается так, пунктирная линия и 5-точная линия. Пунктирная линия — это взаимодействие, это диагноз А. Дальше В. Сплошными линиями пунктирная часть. С. Три точных линиях. Одна сплошная линия. С. Это Д. Одна сплошная линия. Одна сплошная линия. Одна сплошная линия. С. Одна сплошная линия. Одна сплошная линия. Это второе слаблято. Вот когда всё определено, гимитария, взаимодействие, сейчас мы с вами должны вывести так называемое уравнение состояния. А здесь вот из этих игрокам можно как-то коррекционер предсказать, который выписан политически, как в обычной грамматике? А, да, это будет дело. Сейчас. Потом, когда дойдёт до дела, пока просто визуально чтобы понятно было, о каких взаимодействиях ещё идёт речь. Считай, будем там всё выше. Значит, уравнение состояния, оно, ну, как термодинамика уравнение состояния, что оно там связывает, кто помнит? Вот если оно для этих истеричных. Свободное воздухо? Нет, нет, нет. Уравнение состояния всё за газом давления, за степертуру бьём. А вот для магнитиков? Магнитное поле. Магнитное поле. Нам возничество температура бьём-то. Вот мы здесь позже и займёмся. Значит… Вравнение состояния здесь просто выводится из требования, чтобы средняя от флутационной части наградость, ну, с любым индексом. Значит… Формальное – это что из себя представляет? Ну, поскольку здесь переменные непрерывные меняются, это консервальный теплал. По полному магнитоляму. от наблюдаемой сигмушетой альфа. Наскорцом. Пока тут всё в сторону не определённо. «Дальше выделяем здесь нулевую часть» и вот как раз взаимодействуем. Раскладываем ряд по теории возмущений по взаимодействиям. Результатом, пересады, вы как стандартно. Результатом, который садится, здесь посредством диаграмма с коммуляторными средиами. Так, ну, на счетах будем первым порядком твердого размещения ограничиваются. Тогда в нашем случае я 0. Вот эта штука не прям единица. Средние, которые здесь возникают, формальный интервал с селевыми методами. Ну и здесь графически загружать только связанные. Давайте еще назад. Так, мы из этого требования получим как бы связь на надмичности с селевыми компонентами. Так, то что, перечень сделаем, да? Давайте. Так, ну, вот если, ну, при любом порядке, давайте селевыми компонентами. Так, ну, вот здесь. Так, ну, вот здесь. Так, ну, вот здесь. Так, ну, вот здесь. Так, тут вот здесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это, собственно, граусовая часть и плюс константная какая-то часть. Над оператором длительной зависит. Продолжение следует... 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 Наташа, сделаем небольшое преобразование. Переведем к общему замену. А тут будет стоять. Наташа, альфа-карты и миксы. Видя человек, который вот это стоит, что из себя представляет? Худшую грина. Альфа-карты. 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 То есть у нас вроде влом порядке. Альфа-карты. 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 Вот такая. Дальше будем приписывать функцию грина. Вот этой. Будет значит. Вот такой вот киль. Там я на смазу запишу, что у нас нас ловит. Сюда. Значит, функция грима выливает у нас в листы дали. Так, теперь по правке первого порядка. Так, только две диаграммы выливают, да? Давай сейчас. Которая нечетная часов. Класс. Вот. Сейчас. Значит, тут напрямую вот можно посчитать. Значит, отдельно. Первый порядок. Значит, сигма штрих альфа кранч. Потеряем микро. Сейчас покажу, что делается. И ответ так и будет записан. Что-то сами покажите. К1, К2. Как тут стоять не здесь. Так. 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 То, что делаем. его считается. Здесь вот этот вклад мы обозначим. Ну и диаграммы есть, если ставить соответственно. Будут иметь вид. Так, здесь пылья, пожалуйста. Значит, вот эта часть, да. Вот эта часть. Это вот эта. Ну а функция G на чем была? Да. Бэйта последняя самостоятельная, да? А, это вот два. А, одинаковые цепицы. Ага. Ну и это. Так, ну а здесь. Линия замкнута. Вот. Сейчас суммировали по E, там это бетля замкнутая. Тут только E суммировали по компонентам бета. Да. А, значит. А здесь тут. Какая вся разница. Ну а формальный диаграмм будет. То есть, если первый период дописывать, то вот еще такие штуки. Вот это ряд, который мы возьмем на этом. Так. Вот. Ну и объединим теперь нулевой и первый порядок теории возмещения. Так. У нас на этих величин. Эти влогики со знаком минус, да, там, в общем. Поэтому у нас так получается. Наблюдаемая ноль. Так. Будет равна эта величиня. Так. Сейчас. Вот эта величиня. Так. Так. Сейчас. Так. 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 И минусы, видите. И минусы, видите. Сейчас, на секунду буквально. В виске входят ножиты, на которые мы заключаем. И получается уравнение, которое представляется двое уравнение состояния магнитной системы. Вот так оно выводится через термодинамическое соотношение. Вот так оно выводится. Микроскопическое происхождение этого уравнения, которое на микроуровне сводится к требованию нулевых средних флактуаций. Микроскопическое происхождение этого уравнение. Вот такая штука. Но на этом история не заканчивается. Одного этого уравнения недостаточно, чтобы описать поведение системы, критическое поведение системы в непорядоченной фазе. Почему? Потому что необходимо ещё выписать уравнение для определения параметров r-alpha. То есть, по сути, надо выписать уравнение для функции green, а r-alpha задаёт функцию green. Это не что я знаю, как уравнение Дайсона. То, что мы сейчас будем делать. Значит, для функции green, одетый полный путь, так. В определении это и есть коррекционная функция такого произведения оператора. Здесь также и по теории возмущения, если мы складываем, получается опять ряд теории возмущений, то надо посчитать с гаметонианом возмущения вот такие коррекционные функции, усреднённые по нулевому гаметониану. И если диаграмма представляет этот ряд, то надо только связанную. опять. Опять будем работать в первом движении, чтобы в том же пределе точности работать. вот так. Тогда. Значит, здесь получаем минус. так. Ну, здесь по диаграмме Вика опять считаем вот этот коррекционный. Вот этот коррекционный. Этого я не делаю, это ордина. Ничего такого нет. И получается в явном виде. Шесть, вот этот коррекционный монстр. Шесть, вот этот коррекционный. Так, плюс. Те, слабляем, как это дело. Те, слабляем. Те, слабляем. Те, слабляем. Те, слабляем. Давайте обозначим вот это А, вот это Б. Так, а последние два С, они одинаковые, ну, по диагоналу, представляли. Значит, А у нас такой вид имеет, значит, две вопросы взаимодействия с постоянной намагичностью. Так, здесь, здесь столярной сверки нет, поэтому, так и С. Так, здесь. Так, здесь. Получается следующий ряд. Так, здесь. Необычно несколько. Наверное, такого еще не встречалось. В основном там. Открытые внешние концерты. Ведем, собственно, энергетическую часть по определению. Ну, мы со знаком «минус» будем определять. Ясно, что это, вот, соответственно, это, а здесь надо отсекать концы. Ну, и прописать нормально, так, в соответствии тому, что мы там на функции «минус» сокращаем. Тогда получается, что «сигма альфа» — это, соответственно, комплективное выражение. Там у нас со знаком «минус» шли, поэтому «сигма» будет плюс те выражения, что там присутствовали в этих диаграммах. Значит, пополам. Копировать. То есть. То есть. То есть. То, по разу. То есть. То, то, то есть. То. Вот,且иня. Ну, пос noch develops. Собственная энергия, собственная энергетическая часть по физическому смысл — это поправка энергии квазичастицы за счёт взаимодействия с фоном. То есть она как-то поляризует фон, распространяясь квазичастица, что меняет её энергию в результате, то есть это некое самодействие. Так, ну вот из уровня Дайсон следует такая связь. Это в теории поля совершенно общего наражения. Ну и здесь как бы вот это обращает вот такое полчаса. Значит, здесь у нас будет Rα плюс K. То есть мы получаем связь между как бы одетым вот этой константой радио и затрялочным. Тоже у нас это возникало. Вот это обратная восприимчивость по физическому смыслу. То есть здесь внимание требуется обратить только на то, что затрялочная часть не связана со физическом напрямую. А вот одетая часть — это реально наблюдаемая качественная личина. то есть ДН под А6. Так. Ну и всё. В общем, берём вот это выражение, сюда подставляем вот это σ и получаем выражение BRF, которое входит в уравнение состояния. Вот видите здесь. Вот. Собственно, это и замыкает систему уравнений, которую придётся решать. так давайте я обозначу R-α. и не надо пересняться с обозначением бумага. Так что потом выйдите, либо выйти стол. CLIP. Продолжение следует... 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 к одному как бы выражение так используется правило фима рассказывали он заключается в следующем что если у вас есть произведение двух полиномов а его можно предстоять такой порядок ницей сейчас легко перегруппируем значит здесь вот это его правило хронологического передачи это он вел там работа сорок девятого года там страницы страниц 5 наверно текста то есть он вот вводит основание этой операции как древний грех то есть там так логикой такой но что удивительно все логично очень то есть это не просто там набор какой-то ну как раз на лексике а как-то действительно доказать почему необходимо проводить конечно так здесь у нас получается это получается получается в пределах отъединиться ну еще один был такого же человека как бы сложные результаты получал используя на каждом этапе простые какие-то рассуждения а из современных, вот Хокин, когда он был нормально еще его там не за черной дырой и всякие там реальные идеи на эту космологию бы никто никогда внимания бы и не обращал там дело в том, что они очень часто решают очень такие серьезные математические проблемы, ну там сталкиваются там с необходимостью решения задач, которые потом транслируются в другие области или в конденсмотр и Хокинг там много вот таких полезных всяких вещей изобрел, чисто математических вычислений дифференциальных операторов то есть такие вот вещи собственно имя себе на это и сделал я решил то, чего до него не могли решить так здесь минус так и 0 так понятно здесь значит что у нас тут получается знак подменяем в общем к общему изобретению переводим так еще вот обоих получается вот сейчас мы увидим, что Благодаря этому правилу удается вычислить этот элемент, так-то вычислять непонятно как. Так, значит здесь продолжает писать минус R на альфа. Здесь переходим к интегрированию по вот этой эффективной переменной X. Так, а здесь произведение, это вот у нас играет роль A, а это роль B, да? Мы записываем как одно выражение. Так, тут, значит, получается... Ну, давайте я здесь отдельно посчитаю. Так, получается X, A минус B. То есть из этого вычитается, это остается R альфа B плюс B. Сейчас представляю местами. Здесь, поскольку, видите, от P в квадрат только все зависит, то есть сферическая симметрия есть. Вот мы переходим к полярным координатам. Нет, не полярным координатам. В цилиндрической системе координат. ПЗ это такое, а и перпендикулярные. В плоскости перпендикулярные. Значит, по ФИ тогда будет 2 ФИ. Так, это дает 8 ФИ. Так, а здесь будет, значит, П перпендикулярные. Или перпендикулярные, даже без конечисла. Вот, собственно, это по плоскости 2 ФИ и вот эту штуку. И по ПЗ. А там, это как цилиндрия. В бонусе цилиндрия, для ПЗ. В бонусе цилиндров. Сейчас ее давать к Ви. И вот она пойдет к пневменно. В бонусе цилиндрия. Казинку наверняка, соответственно, здесь не натянута, Казинку назначим. Тогда я буду бонусе цилиндрить. Так, а может как-то не скончается, видишь, сарарь. Такое место. Так. Так, ну покажем, как пишу, как есть, где и все, вечно включу. Так, ну, интеграл, как есть, отменивается вещество. Этот интеграл табличный, то есть, мы его воспользуемся. Такой заготовкой. Поэтому вся вот эта ручина будет равна и ровет по кубе, вероятно, вот эта штука. Так, ну, как опробуете здесь? Так, тогда будет опробовать. Все, дальше тогда обучаем линусы Альфа. Восемьки в кубе. Так, и вот от этого этага уйдет типа пола. Так, ну вот давайте все сейчас. Вот это засунем сюда. Получается минус Альфа корень Дельта. Тут будет 16 Пи. Тут удваивается результат, за счет того, что на 2 умножает вот это. Так, интегра от 0 для 2 умножек и 2 умножек. Интегра от 0 для бесконечески. Продолжение следует... Альфа. Так, ну вот тут. Числяю. Это дополненная. Дельта Альфа и Х. Не фиг не сал. Получается. Так. Продолжение следует... Так. Ну, эту интегрируем. Так. Тут только, У меня альфа. А, ну так. Попияем. Попияем. Вот. Вот. О. Так. Так. Получается. Что-то не бывает там. Вот. Ой, я же... Черт, я же... Я же... Так. Конечно же, сейчас. Да, тут-то... На верхнем пределе занулиться, да? В бесконечности. На нижнем вот это... На верхнем пределе. Да. 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 Всё-всё-всё. Нет. Там всё уже записано. Сейчас. Ну, правильно. Сейчас. Правильно, да? Так. Угу. это просто тогда минус корень ральта корень ральта 8 так тут получается вот так и вот мы с вами получили выражение, которое будет везде использоваться запишу начало и конец сумма вот это результат вы можете тут вопрос задать а для чего вычитание вот это то есть в принципе почему нельзя напрямую посчитать вот эту сумму оказывается расходится это выражение и вот чтобы устранить расходимость производят вычитание функций при нулевом параметре это называется регуляризация ну как мы видим она позволяет конечными выражениями это это тоже прием такой стандартный и его требует некого искусства тоже делает не общедоступную диаграмму технику потому что способы регуляризации они ну как бы часто очень от задач зависит то есть там нет единого какого-то описания чтобы действовать так и все то есть надо тоже догадываться скажем раз так ну закончим тогда сегодня да? да все я тогда вам это даю тут сначала смотрите я просто брал здесь G за 0 D за 0 и составили результаты так что смотрите там все для вас вот 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 честь